В Адыгее продолжается работа по информированию жителей республики о преимуществах получения госуслуг. Акция по разъяснению гражданам особенностей их предоставления состоялась в МРЭО номер один ГИБДД МВД. Инициатором этого мероприятия выступила руководство Республиканского управления госавтоинспекцией. Цель – популяризация получения госуслуг посредством новых информационных технологий. О некоторых особенностях работы посетителям МРЭО рассказал его руководитель Али Мамхегов. С 1 января 2017 года появилась такая возможность оплачивать государственную пошлину через портал государственных услуг со скидкой 30%. Может сам выбрать дату, время, когда ему удобно обратиться и без всяких проволочек получить государственную услугу, которая ему необходима. Полицейские также продемонстрировали гражданам специально подготовленный видеоролик о преимуществах получения государственных услуг через единый портал и способах, как зарегистрироваться и получить госуслуги по линии ГИБДД. Геогинским районным судом рассмотрено уголовное дело, которое было возбуждено в отношении местного жителя. В его домовладении сотрудники полиции обнаружили крупную партию наркотиков. Данный факт удалось выявить сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков. В ходе проверки полученной информации в домовладении был найден тайник, в котором находилось вещество растительного происхождения. По заключению экспертов-криминалистов, вес марихуаны составил около 130 граммов, что в соответствии с законодательством является крупным размером. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования собраны доказательства вины мужчины. Обвиняемый приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Здравствуйте, в эфире программа «Объектив-02» студии Байзат Гамлешко. Довольно часто Министерство внутренних дел Российской Федерации выступает инициатором различных акций, главными участниками которых является молодежь. Одна из них под названием «Студенческий десант» завершилась накануне. В рамках ее проведения обучающихся в вузах прошли стажировку в различных подразделениях полиции. Одним из них стал экспертно-криминалистический центр Республиканского МВД. О том, где еще побывал десант студенческий, материали Сергея Елизарова. Интересуясь деятельностью полиции, студенты должны понимать, кто такие полицейские и какие основные требования предъявляются сегодня кандидатам на службу в органы правопорядка. Полноценно разъяснил гостям об особенностях отбора претендентов заместитель начальника управления по работе с личным составом Республиканского МВД Сергей Подолякин. Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Это подразделение входит в состав ГИБДД. Студенты узнали о технических возможностях используемой аппаратуры, об алгоритме действий полиции при автоматической фиксации нарушений ПДД и штрафных санкциях, которые применяются в отношении нарушителей. Особую восторг у студентов вызвал Центр кинологической службы. Здесь у каждого из молодых людей есть возможность почувствовать себя в роли полицейского кинолога. Начальник подразделения Владислав Прокофьев ознакомил гостей с основными задачами, которые выполняет личный состав Центра и его питомц. Юношам и девушкам показали специальную обувь для собак, ошейники с датчиками позиционирования и новейшие электронные устройства. Не отказали гостям попробовать себя в качестве кинологов. Еще одно большое подразделение ведомства – экспертно-криминалистический центр. Об особенностях его работы студентам рассказал заместитель начальника, подполковник полиции Станислав Клименко. И вот студентам уже не терпится познакомиться с рядом экспертиз и исследований. Ребята узнали об особенностях проведения автотехнической экспертизы, понаблюдали за работой экспертов-баллистов, побывали в физико-химической лаборатории. Специалисты пополнили запас знаний гостей об основных признаках фальшивых билетов Банка России. Нашли смельчаки, которые попробовали составить в специальной программе фоторобот условного преступника. Экспертно-криминалистический центр МВД по республике Адыгея завершает список служб, которые в рамках акции посетили учащиеся колледжи Адыгейского государственного университета. За несколько дней юноши и девушки получили комплексное представление о том, как стать полицейским и какие задачи возложены на некоторые подразделения службы органов внутренних дел. Сергей Лизаров, Вадим Агарков, Денис Вигерчук. Программа «Объектив-0».